Вспомнил дискотеку Лавария, песня про яйца. Как семечки. Напомню, что это был эксперимент. Не нужно так обжираться. Всем привет! Мы на канале BodyMania. Сегодня у нас необычный эксперимент. Связан он с тем, что сегодня я немножко вам расскажу о белке. В данном случае это яйца. Сегодня мы попробуем съесть 60 штук яиц. Кто сидел на стуле, не падайте. Кто стоит, присядьте. Мой рекорд, личный мой рекорд, я съел 30 яиц. Сегодня я попробую его перебить. В яйце, как мы знаем, 8 грамм белка. 4 грамм в желтке, 4 грамм в самом белке. И будем его сегодня есть. В стране кризис. Нет продаж. Когда экономическая ситуация переменчива, делай правильный выбор. Островит. Правильный выбор. Гарантированные продажи в любое время. Сегодня у нас не такой обычный заказ. Совсем не обычный заказ. Компания Muscle Factory любезно предоставила нам вот такой паек в размере 60 штук яиц. За что мы ей благодарны. И сегодня будем с вами экспериментировать по этому поводу. Muscle Factory это доставка полезной. Довольно-таки очень быстрая. И самое главное. Вовремя доставленной еды. Можно заказать готовое блюдо. Начнем. По поводу белка. Хотелось бы сказать, что столько нужно. Точнее не нужно. Сколько нужно есть яиц. Ну, это по ощущениям, конечно, для нормального человека достаточно и 5 штук в день. Ну, для бодибилдера, который весит свыше 100 килограмм, я думаю, порядка 20-30 яиц. Не за раз, конечно, за день. Я думаю, это легко. Ну, и нужно. 60 штук, конечно, я не рекомендую есть. Вот. Потому что, ну, это будет для неподготовленного человека. А если он еще и не спортсмен и к тому же не занимается культуризмом, я думаю, что лучше не стоит. Потому что это будет тяжело, это будет по-любому проблема с пищеварением. Это будут, ну, не очень неприятные вещи, которые с вами могут произойти, скажем так, в поедании яиц. Но самый лучший белок, лично для меня, это, наверное, скорее всего, яйцо. Хотелось бы сказать по поводу яиц, да, еще. Некоторые отделяют яйца, то есть, ну, белок от желтка, да, кто-то ест целиковый. Я, в принципе, норму свою знаю. Я съедаю с утра 10 штук целиковых яиц с желтком. А в течение дня я уже их отделяю. Расскажу, для чего я это делаю. Животный жир, то есть желток, он не очень хорош. Ну, в том плане, что продукты распада этого жира, они не очень полезны для организма. Но в пределах разумного, их есть даже нужно, в пределах неразумного, что я сейчас делаю, да, не советую. Голодающие страны в Африке меня презирают. Говорят, что этот русский там делает, совсем охренел. Чем хороши яйца еще? Тем, что вот этот белок, он, ну, как бы такой, ну, я его называю лайтовый в плане усвояемости. Очень хороший. По-своему, скажем так, по своей доступности. Недорогой, в принципе, да, ну, ну, на самом деле недорогой. Что там, ну, не знаю, кто-то покупает яйца там за 120 рублей, да, я, в принципе, разницы особо не вижу. Я вижу 60-рублевые яйца там, 120. Ну, курица же, они и в Африке курица, белок, он и в Африке белок, и желток то же самое. Так что самый лучший белок по усвояемости, я думаю, там, яйца. Все, наверное, замечали, что желток бывает очень-очень прям желтый, такой прям ядерно-желтый. А бывает такой, ну, как будто, я не знаю, как будто теста вис мало было. Такой жиденький, желтенький. Это означает одно, что петушок не выполнял свои функции. Да нет, на самом деле все просто. Это из-за корма. Просто производители птицефабрик дают какой-то другой корм. Насколько я знаю, чем лучше корм, тем лучше яйца и желток у них темнее. Ну и насыщеннее и вкуснее. Вспомнил в дискотеку Вавария песня про яйца. Прям мотив в голове очень хороший. Такой позитивный. Под такой мотив можно и больше съесть. Яйца. По поводу экспертов, если они не верят, что я съем. Ну, не все, конечно, но я попробую больше. В конце мы с вами вместе посчитаем, сколько осталось яиц. А за самый лучший комментарий про яйца вы получите БЦА. Так что давайте, будьте поостроумнее немножко. Включайте мозги. И яйца в другом месте включайте. И пишите комментарии. Как семечки. По поводу ребят из Будимании. Ну, они профессионалы, конечно. Я вот даже не знаю. Что они могут еще придумать. Наверное, скоро по канатной дороге с закрытыми глазами. При этом нужно съесть кусок мяса. И при этом пожать от груди. Наверное, скоро и такой ролик выйдет. Я вас уверяю. Вы главное подписывайтесь. Ставите лайки. Может, с бутылой что-нибудь снимем интересное. Как лучше поднять себе аппетит, спрашивают. Вообще, ребята много спрашивают по поводу калорий, белка, углеводов. Как бы подсчеты. Я ни разу не считал, сколько я ем. Но мне говорили, что я мало ем. Значит, надо есть еще больше. Но, что касаемо яиц. Я думаю, тижам нужно есть очень много их. Но, в пределах того, чего они могут. Потому что организм, я считаю, ребята, которые тренируются тяжело, она есть. Потребность именно употребления белка. Она всегда будет. И нужно выходить из-за стола всегда немножко голодным. После 30-го уже очень туго идет. Очень. Все видели, сколько было яиц. Сколько осталось их. Вот. Но мне очень тяжело, конечно, уже. Я уже это чувствую. Желудок плачет. И я вместе с ним. Просто это не видно. Ну, что не сделаешь ради интернетных экспертов. Придется есть яйца. Ребята. Сейчас пойду вакуум делать. Буду подтянутый. И с прессом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Яиц у нас осталось. Я уже сказал, что за самые остроумные и интересные комментарии получите приз от канала BodyMoney. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои лайки. Делайте репосты. Напомню, что это был эксперимент. Не нужно так обжираться. Это очень плохо и вредно. В следующий раз я попробую съесть еще больше. Может быть, на пять, может быть, на десять.